Начинаем с важных заявлений Путина о ситуации на Ближнем Востоке. Россия выступает за создание палестинского государства со столицей в Юрусалиме. Сделали Запад? Санкции против Израиля ввели за чрезмерное применение силы? Нет. Тем не менее, это то, чего мы должны добиваться. Почему российская пропаганда, российское государство в целом так горячо поддерживает боевиков Хамас? И в чем больше всего сейчас российские террористы заинтересованы? Ну, прежде всего, надо сказать, что в России традиционно, хотя это и скрывается сейчас еле-ка возможно, но традиционно антисемитизм очень широко распространен, особенно в силовых структурах, особенно в бюрократии. И Путин сам время от времени позволяет себе всякого рода антисемитские высказывания. Это раз. Второе. На протяжении уже многих десятилетий Москва поддерживает палестинцев, палестинских террористов, да и вообще террористов на Ближнем Востоке, не обязательно палестинских, потому что Хизбалла – это не палестинцы, это совершенно другая категория, другая. Ну, не скажу этническая группа, но, в общем, это не Хамас, да, это не организация освобождения Палестина и так далее. Значит, тем не менее, для Москвы вот эти экстремистские террористические организации, будь то Хамас, будь то исламский джихад, будь то Хизбалла и так далее и тому подобное, в том числе и многие палестинские организации – это естественные союзники, которые были союзниками Советского Союза, потом их кормил Советский Союз, после распада финансирование из Москвы сократилось, хотя вот известно, что Хамас получил в этом году что-то порядка миллиарда долларов из России, правда, не в виде оружия, а в виде, видимо, каких-то денежных переводов, тем не менее, на которой он покупал оружие у того же Ирана и так далее, да и вообще у любого, кто готов был ему это оружие продать. Ну, а, наконец, теперь есть и третий вариант, понимаете, Израиль и Иран – это самые такие жесткие враги, и в Иране достаточно ясно и постоянно говорят о том, что нужно сбросить Израиль в море, и вот в этом видят одну из своих целей, а Иран – известный союзник Москвы. Для Москвы Иран, ну, как и Северная Корея, пожалуй, там, но еще есть территория, там некоторые другие мелкие государства, то это самые близкие союзники и идеологические, и политические, и военные. Так что совершенно не случайно, совершенно не случайно, Москва поддерживает Хамас и другие палестинские террористические организации. Как именно с военной точки зрения, происходящей сейчас на Ближнем Востоке, и вот такая форма поддержки Москвы, как этот конфликт может повлиять непосредственно на российско-украинскую войну? Ну, я имею в виду в том числе и вопрос поставок оружия. А может повлиять, конечно, и не в лучшую сторону, потому что на Западе могут воспринять, и я думаю, так, в общем, уже это и происходит, хотя формально такой официальной информации, да вообще информации по этому поводу нет, но, в общем, хорошо известно и всем политикам на Западе, и военным, и разведчикам хорошо известно, что в Москве добрые отношения с Хамазом. Ну, в мае известно, делегация Хамаза, руководство Хамаза было в Москве, ее принимал Лавров, вел с ними такие душеспасительные беседы задушевные, вот, и будут теперь, могут обращаться к Москве с просьбой, ну, вот вы выступите, пожалуйста, посредником, там как-то помогите нам урегулировать, разрулить эту ситуацию. У вас же хорошее отношение с Хамазом, ну, Москва будет говорить, да, у нас хорошее отношение с Хамазом, мы можем вам там постараться помочь, но вы, в свою очередь, проявите сдержанность в поставках оружия в Украину. Вот примерно такая схема, я думаю, будет работать, и будет работать достаточно, достаточно, ну, я не знаю, насколько эффективно, но, по крайней мере, будет работать. Ну, видите, в Израиле и исходили из этой логики, судя по тем сообщениям, которые мы слышали ранее, кстати, даже до начала полномасштабного вторжения есть противотанковые израильские комплексы, которые очень хотели страны Балтии получить, но тогда, видимо, так, пытаясь утихомирить Россию на Ближнем Востоке и в рамках ее заигрывания с этими всеми террористами, запретил тогда Иран передавать в страны Балтии эти противотанковые комплексы, потом мы не раз слышали о том, но это уже на неофициальном уровне, на уровне источников, на которые ссылались СМИ, что Иран блокирует передачу, реэкспорт тех технологий, где используются именно израильские технологии, реэкспорт в Украину. Ну и такой же кульминацией, наверное, самым обсуждаемым в этом плане с событием последних месяцев стала якобы попытка Израиля блокировать передачу Украине F-16, потому что якобы тогда Россия может передать Ирану свои СУ-35, и это будет очень неприятно для Израиля. Ну вот, судя по всему, самое странное произошло, и вот здесь действительно хочется понять, будет ли эта логика усугубляться, или наоборот, Израиль поймет, что к чему, и будет уже свою игру вести, которая может быть на руку Украине? Я думаю, что вот это хочется надеяться, во всяком случае, что в каждом таком неприятном, ужасном событии, как то, что происходит сейчас в Израиле, в общем, из этого могут быть некоторые выводы, и некоторые последствия могут быть позитивными. Ну такова диалектика, да? Мы как бывшие марксисты, мы помним это слово. Так вот, да, я не исключаю, что израильское руководство, которое особенно при Натаньяху, Натаньяху известно, у него были хорошие отношения очень с Путиным, они вроде друг другу нравились, но вот Натаньяху ввел такую политику, да, но теперь вполне возможно, что крах этой политики, крах вообще, я не исключаю, что вообще Натаньяху могут сразу в Израиле отправить в отставку, потому что, ну, прозевали вот это нападение Хамаза, но вполне могут пересмотреть эту позицию, свою позицию, свою вот такую политику двойных стандартов, если хотите, оппортинистическую политику, и сказать, ну да, мы, в общем, принадлежим к западному миру, западный мир в общем, в общем и в целом все-таки на стороне Украины, снабжает Украину оружием и так далее, мы понимаем, что Иран такой же враг Соединенных Штатов, скажем, как и Израиль, и поэтому мы должны, в общем, выступать в едином строю вместе с западной коалицией, которая поддерживает Украину, такое возможно, ну, вот иногда тяжелые уроки приводят к таким, такого рода последствиям, такого рода выводам. Дал бы бог. Что ж, будем следить за ходом развития событий, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, уже нет сомнений, что события, которые происходят, казалось бы, в более чем тысячи, даже полутора тысячах километров от Украины, и от нашей линии фронта, они могут непосредственно оказывать на это влияние, делаем выводы. Спасибо. Украины не будет, это были последние выборы, впереди Третья мировая война. Я сейчас это вспомню, в том числе. Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе, да, я думаю, что в сердце каждого, кто исповедует ислам. Следующий Тайвань, вот тогда точно Третья мировая война. В самом деле не хватает только Тайваня, чтобы все сложилось и уже шарахнуло по-настоящему. Мы сражаемся с человекоподобными животными и будем действовать соответственно. Они радуются, говорят, какие эпические прилеты ракет, все это с такими, вот, публикуют радостными реляциями и говорят, что вот эти все журналисты, военные преступники, бросились злорастовать, искать там выгоду для России в том ключе, что, мол, сейчас все внимание от войны в Украине отвлечется на Израиль и о помощи Украине можно будет забыть, все будут пытаться погасить ближневосточный пожар, вот эти картинки как бы смоют то, что мы видим в последние дни, как Путин обстреливает просто десятками мирное население на Харьковщине, да не только лишь бьет по югу нашей страны, ну вот просто террор продолжается. Как вы думаете, действительно, насколько может сместиться акцент или это будет зависеть от продолжительности войны в Израиле? Я думаю, да, в первую очередь это будет зависеть от продолжительности войны, собственно, и при всех сложностях они, конечно же, есть, потому что нападение было достаточно неожиданным и, собственно, даже удалось палестинцам пробить железные куполы из-за того количества ракет, которые было выпущено, ну и, собственно, украинцам не надо объяснять, почему получается пробивать противовоздушную оборону. Просто когда идут массированные атаки дронов и ракет, да, и в Украине удается россиянам пробивать противовоздушную оборону. Да, и, собственно, вот уже понятно, что самое главное тут это количество ракет, никто не справляется и то же самое произошло в Израиле. А если российские преступники думают, что можно будет отвлечь внимание мировой общественности, в том числе, как мы знаем, уже в Харьковской области прибыли представители ООН для того, чтобы увидеть, что произошло в поселке Гроза, да, и это невозможно, да, то есть пусть не надеются, никто не отвлечется, все все зафиксируют, и все военные преступники будут обязательно привлечены к ответственности и будут сидеть. Пускай каждый день думают о том, что их место на скамье подсудимых, а потом их место в тюрьме, и обязательно тюрьмы их дождутся. И сроки, и смертные приговоры дождались, было неплохо бы. Говорят уже многие эксперты, в частности, Михаил Шетельман, политтехнолог, что это война, сомнений нет, и что Россия развязала эту войну, оказывала военную поддержку, политическую. Иран заявил, что он поддерживает все действия Хамаса, который напал разве что из-под земли и не напал на Израиль. Владимир Зеленский заявляет, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Ольга, как вы полагаете, как много действительно здесь российского следа? То, что там в Палестине много российского оружия, это уже как бы факт. И когда они нападали на израильских полицейских, очень часто употреблялся комплекс Корнет. Я думаю, это не единственное российское оружие, которое там имеется. я уверена, что там есть и российские деньги. Вполне возможно, что и российские инструкторы были задействованы в подготовке сейчас уже. Говорят, что готовились эти боевики в Малайзии. Так что у меня сразу тоже такая была мысль, что какой-то российский след тут есть. Ну, конечно же, МИД России говорит, что она выразил самую серьезную заботчность в связи с резким обострением в зоне палестинско-израильского конфликта. Они вот так называют, они никогда войны, где они имеют хоть какое-то отношение войнами, не называют. Напомнили там, что конфликт ведь 75 лет длится и не имеет силового решения над политико-дипломатическими средствами. О чем говорит нам вот эта реакция МИДа РФ? Мы же помним, что исторически Советский Союз все время помогал собственно палестинцам, все время их вооружал, все время политически им помогал. И в этом смысле сегодняшняя Россия, как такой наследник Советского Союза, тоже занимается примерно тем же самым. Поэтому, когда они говорят про дипломатическое регулирование, это, конечно, просто такое сотрясение воздуха и отвлечение внимания, потому что России просто чрезвычайно необходимо снова сесть за стол переговоров с сильными мира сего, потому что они говорят вот с Соединенными Штатами, с Евросоюзом, с ООН. Конечно, когда Путин стал абсолютно неопожатным для всего мира, очень хочется устроить хоть какую-то площадку, где с Россией кто-то куда-то сядет. Но я думаю, что чтобы там сейчас российский МИД я его даже МИДом не могу называть, мне кажется, это такое скорее Министерство по делам пропаганды, чем Министерство иностранных дел. Поэтому я просто не понимаю, о какой дипломатии в принципе эти люди могут говорить. Они кто угодно, только не дипломаты. Во время Валдайского трехчасового бреда Путина вы также услышали призыв или шантаж к переговорам? Ну, шантаж там был, снова ядерный шантаж, во-первых, там был и из, причем в таком достаточно неприятном виде. Мы понимаем, конечно, что ядерный шантаж, наверное, последний, что у России остается, но сколько уже можно. Уже все все давно сказали, все все понимают, а они все продолжают и продолжают. Но меня, конечно, поразило еще его практически чистосердечное признание в том, что самолет пригожно был сбит, потому что вот вред с тем, что сами себя гранатами подорвали, но это вообще что? Что это было? Наркоманы. Нюхнули 5 килограмм, говорит, кокаина, но это надо проверить, а вот гранатами взяли и подорвали. Зачем он вообще эту тему поднимает так часто? В чем он самоутверждается или кому этим дает сигналы? Есть такая гипотеза, что собственно есть же вот это пригожинское видео, которое он снял незадолго до своей ликвидации о причинах войны, почему она началась. И якобы есть еще вторая часть этого видео, и даже у первой растут просмотры, то есть люди с большим интересом ее смотрят. Она по отношению к властям достаточно жесткая, и есть опасения, что вторую часть могут бросить ближе к президентским выборам, и это может ударить по рейтингу Путина. И, видимо, это такую администрация президента посоветовала ему как-то пригожина попинать во время своего этого, я даже не знаю как это назвать, то, что было на Валдае, вот этого бреда, потому что вот я даже не знаю слов-то не подобрать, что нужно обязательно как-то пригожина лягнуть, ну вот, лягнуть. Да, тяжело здравые характеристики описания подбирать, ну хотя Песков подобрал, он сказал, что это была глубочайшая речь, и о ней надо думать еще очень много времени, да, действительно, очень много времени понадобится, чтобы забыть это все, что мы услышали по доле работы, мы вынуждены это слушать порой, Возвращаясь к этой выступлению и речи пригожина, действительно, тут 33-минутный приблизительно был фрагмент, он анонсировал вторую часть, но не успел, пошел на следующий день бунтом, даже в тот же вечер, когда выложил, если мне не изменяет память, а как вы думаете, этот второй фрагмент, он может быть в чьих-то, так сказать, надежных про пригожинских руках и как много это может быть действительно лично о Путине, ведь в первой части мы больше слышали о Шойгу, о фанерном генерале, о его орденах, которые он хочет повесить, видимо, вторая часть таки будет больше посвящена российскому диктатору? По-видимому, да, раз они так опасаются обнародования этой второй части, и все-таки, я думаю, что какие-то люди достаточно преданные пригожинам существуют и существовали, те, у которых в руках могло оказаться это видео и не только это видео, да, мы понимаем, что пригожин знал очень много про теневую жизнь Кремля и про теневые финансовые схемы, про поставки наркотиков, про что только он не знал, и в этом смысле они, почему он был так уверен в том, что с ним ничего не сделают, потому что ему казалось, что та информация, которая у него есть, не позволит его ликвидировать, да, но он ошибался, совершенно, это никому не помешало, но вопрос, увидим ли мы какую-то информацию, которую он собирался обнародовать в случае своей смерти, вот это самый интересный вопрос, и пока он остается открытым. А если даже мы и увидим, и там будут нелицеприятные для Путина, хотя какие они могут быть лицеприятные вещи, какой-то эффект и на кого может возыметь? Понятно, что не стоит думать, что из-за какого-то видео вдруг внезапно что-то произойдет на выборах. Нет, конечно, собственно, Элла Панфилова твердо удерживает в руках эту машинку для голосования, и все, что нужно, будет написано. Но, тем не менее, есть вот эта аудитория зет-патриотов, которая и так не слишком большая, по разным подсчетам на от 10 до 15 процентов россиян. И, собственно, на эту аудиторию во многом ориентировался Пригожин. И эта аудитория в какой-то момент от Путина может... На нее же ориентировался, кстати говоря, ныне находящийся в тюрьме Стрелков, он же Иркин. И в случае какой-то совсем нелицеприятной информации, по крайней мере, часть этой аудитории от Путина может отшатнуться. А все-таки надо понимать, что диктатура нуждается вот в этих ура-патриотах, но диктатура нуждается в тех, кто зигует и кричит ура-диктатору. Без этого пропадает вот эта основная составляющая тоталитарного режима. И в этом смысле это может быть для Путина достаточно болезненно. Проведено последнее успешное испытание Буревестника. Крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над Сарматом, над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Путин говорит, Буревестник прошел успешные ядерные испытания. Представитель нашего офиса президента, в частности, Михаил Подаря, говорит, ну да, в мультике и на стенде может это и прошел. А что вам, Ольга, известно об этом Буревестнике и вообще вот этих ядерных вундерваффе Кремля, они ясную как-то рекламе? Ну, смотрите, когда они начинают говорить про ученого, эмигрировавшего в 99-м году из России в Соединенные Штаты и за эти исследования, которые он уже проводил в Соединенных Штатах, получившего Нобелевскую премию, да, они говорят, это российский ученый. Почему они так говорят? Да потому что, во-первых, вся наука уже практически разрушена, да, в России и, соответственно, ничего нового создать просто, кроме мультиков, мультики, конечно, ничего нового создать не могут. Другое дело, конечно же, что так как еще у Советского Союза было очень много ядерных поиголовок, это правда, то как бы все это дело у них сейчас не обстояло, да, какое-то количество работающих, конечно же, осталось и это количество достаточное для того, чтобы уничтожить земной шар в принципе, чтобы ее больше никогда не существовало вместе со всеми, и в том числе с ними самими. Но так как они тупые, да, они могут думать, что они-то сохранятся, нет, не сохранятся. Если уж Симонян может нести такой бред, что давайте взорвем термоядерную бомбу над Сибирью, что аж сибиряки, можно сказать, попадали со стульев и сказали, сделайте с этой сумасшедшей что-нибудь, да, поэтому, к сожалению, все-таки что-то остается и, к сожалению, мы не знаем все-таки насколько эта невменяемость прогрессирует. Единственная надежда тут, кстати говоря, на китайских товарищей, которые не дадут, так сказать, им сойти с ума и обеспечат санитаров в случае необходимости. Понадобится очень много. А вот эта идея в голову, как она сама сказала, я баба дура Симоньян в ее несветлую, она пришла сама или кто посказал из лиц все-таки официальных около путинских? Ну, она же сказала, что ей кто-то сказал, типа из ученых, не один ученый такую чушь не мог сказать в принципе, да, я не знаю, где она это прочитала, как она это прочитала, потому что не существует такого ядерного оружия, у которого бы не было ядерного излучения, радиоактивного излучения в принципе, да, то есть, да, были когда-то опыты, но решили, что где-то неэффективно создавать такое вооружение, которое будет только выводить из строя электромагнитные приборы, да, поэтому сейчас такого оружия не существует ни у кого, нигде, а если взрывать бомбу, кстати говоря, над Сибирью, то и до Америки этот электромагнитный удар не достигнет, отключит только все нефтевышки в Сибири же, так что уж если и взрывать где-то, то над Москвой, так что при чем тут Сибирь-то. Ольга, спасибо вам большое за вашу позицию и за ваши комментарии, за то, что находите время. До новых встреч. Ну, хорошо. Ольга Курносова, журналист и политический аналитик. Была вместе со мной, с ним была я, Ирина Узлова. asíки, до новых встреч. Продолжение следует...